Робот состоит сразу из нескольких зверьев. Значит, звено, которое неподвижно, оно называется основанием, или второй вариант стойка. Правда, в отечественной терминологии у робототехников иногда еще стойка называют систему управления, поэтому тут вот такая путаница иногда возникает. Значит, далее, выходным звеном называется вот это, то звено, которое мы, вы помните, мы говорили на самом первом встрече с вами, что вообще цель всего устройства — это тот инструмент, тот рабочий орган, который прикреплен к фланцу робота, переместить в ту точку пространства, где будет происходить технологическая операция. То есть это главная цель, для этого манипулятор существует, и помимо этого мы, конечно, помним, что система управления еще будет управлять вот этим рабочим органом, который имеется. Значит, что еще мы с вами имеем? И имеются промежуточные звенья, да, вот между стойкой и выходным звеном. Значит, вот эти звенья бывают по структуре. Значит, это вот называется кинематическая цепь, да, основание, и пошло там первое, второе, третье, четвертое и пятое, и мы вышли с вами к выводу, что их, как правило, значит, шесть у нас имеется степеней подвижности, обосновали, что это происходит. Ну, я повторяю, потому что не все в этой аудитории были, когда мы это обсуждали, что цифра шесть возникла из-за того, что шесть — это любое тело в пространстве. Мы можем задать нужное положение, ориентацию шестью координатами, значит, отсюда, соответственно, здесь и шесть. И мы с вами говорили о том, что в некоторых случаях бывают манипуляторы с пятью степенями подвижности для выполнения операции, которые не требуют, не имеют высоких требований к маневренности, например. И бывают случаи, когда у нас, наоборот, семь степеней подвижности, а, как правило, это в большинстве случаев седьмая степень получается размещением основания робота на дополнительное. Ее прямо, как ни странно, ее называют седьмая ось, потому что она как бы такая, ну, неизбытая, она нестандартная, да, то есть такой вот, ну, типа рельсов, вот он ездит, называется седьмая ось. И обычно это либо для обработки деталей очень больших габаритов, когда нам нет смысла робот брать с манипулятором, ну, очень большого размера, так. Или второй вариант — это выполнение операции синхронно с движением детали на конвейере. То есть вы знаете, ну, опять-таки мы упоминали, что конвейер работает в двух видах, значит, в режиме, когда деталь перемещается на какую-то сборочную позицию, и весь конвейер останавливается, происходит выполнение операции, и потом происходит движение до следующей позиции, ну, как вот такая вот как бы старт-стоповая. Но на самом деле, конечно, это не очень выгодно с точки зрения производительности выполнения технологической операции. Это не очень выгодно, потому что мы с вами теряем вот как бы вот этот переход, он, по сути, является паразитным, да, он является ненужным. И это так называемо, по-моему, есть четыре класса технологических машин. Это вот технологическая машина... А, фломастер у нас. Значит, это, ну, вот мы с вами имеем какие-то здесь операции, да, ну, вот, например, там мы что-то сверлим, и вот детальный конвейер. У нас тогда цикл один рабочий, он складывается из двух частей. Это, ну, скажем, непосредственно технологическое время выполнения технологической операции и время выполнения транспортной операции. И мы понимаем, что вот это время, оно как бы, ну, на самом деле паразитное, да, то есть это время, ну, вот, потраченное на переезд впустую. Более продвинутым вариантом является совмещение. Когда мы с вами имеем синхронно движется конвейер, и во время движения конвейера робот выполняет синхронно вот эту операцию технологическую. То есть, например, там, операцию сверления, ну, вы понимаете, что тут это как бы, ну, это второй класс как бы в машиноведении, но, конечно, это более сложно, потому что вам надо очень точно синхронизировать, ну, за исключением случаев, особенно для контактов, да, когда у вас контактная технологическая операция. Вот, потому что вы тогда получаете фактически, что время цикла, оно вот удаляется, вот это ненужное паразитное время, да. А третья операция — это когда фактически идёт совпадение протяжка, знаете, такой операции технологической? Ну, в роботехнике этого уже нет, то есть роботехника туда не дошла. То есть, когда у вас движение объекта, ну, протяжка, тут проволоку, как производят на предприятиях, то есть у вас имеется какой-то, ну, металлический пруток, и его через калибр протягивают, и здесь изменяется его размер. И вот, как бы, то есть фактически технологическая операция, ну, в таком выраженном виде она отсутствует уже. Вот, поэтому седьмая ось, она вот иногда применяется для работы синхронно с конвером. Вот, ну, достаточно редко, поскольку это более сложно и в программировании, и особенно сложно вот для выполнения контактных операций. Значит, теперь по кинематической цепи. Кинематические цепи бывают двух видов. Нам это важно. Значит, они бывают разомкнутые и, или не замкнутые, и замкнутые. Возвращаясь... Ну, вот это не замкнутая цепь, да, то есть вот положение концевой точки однозначно определяется вот только координатами, которые вот здесь вот идут, да. Теперь вспоминайте робот, который мы с вами говорили, дельта-типа. Ну, вот здесь такой немножко экзотический, они в дальнейшем вот развития не получили, но, тем не менее, когда-то выпускались. Ну, это аналогичный робот дельта-конфигурации, как сейчас выпускают, но как бы была попытка сделать такой сверхсильную машину. Вот, значит, здесь вы видите замкнутые кинематические цепи, то есть положение вот той концевой точки, оно будет определяться не только вот этим приводом, но и соседними, да, и, соответственно, значит, основной, пометьте себе, основное преимущество вот замкнутых кинематических цепей — это очень высокая жесткость. То есть они, как правило, вот, ну вот тот робот, он, я, к сожалению, не могу вам там в абсолютных величинах сказать, но у него жесткость была вот как бы несравнима с открытыми. Поэтому их применяют, вот помните, мы опять-таки обсуждали с вами вот эту вот борьбу между станком, ну не борьбу, а конкуренцию между станком и роботом, вот что, когда лучше, и вот, ну здесь это вот была попытка такая выйти на точность выполнения контактных операций, ну сравнимую с такими, с неплохими станками. Так, далее. Теперь, вот, подходя к кинематике, значит, мы с вами, в принципе, можем говорить о нескольких видах движения, которые робот выполняет. На самом деле мы с вами тоже выполняем вот эти вот некие типовые различные движения. Почему это важно? Потому что в выполнении этих движений участвуют и как в нашем случае разные мышцы, разные там органы движения, да, так и в случае робота будут различные степени подвижности в них в первую очередь быть задействованы. Значит, ну первое можно назвать координатное или глобальное движение. Это вот как раз перемещение по седьмой оси, вот, которая, ну, я не знаю, наверное, где-то, мне кажется, так, в мире, ну, может быть, там от 3 до 5% роботов имеет эту седьмую ось, хотя вот сейчас с развитием мобильной роботехники это увеличивается. Ну, в принципе, здесь мы можем с вами это как бы на человека проинтерполировать, что это вот аналогично как вот движение, которое выполняет человек, да. То есть, ну, давайте так, возьмем операцию, мы хотим что-то написать на листе бумаги, да. Вот нам для этого надо что? Нам надо куда-то прийти и сесть. Вот это вот как бы происходит глобальное движение, то есть когда мы выполняем движение на расстоянии, превышающие размеры, ну, в нашем случае человека, а там робота. Значит, дальше происходит следующий тип движения. Это транспортное движение. Его задача как раз перенести инструмент в зону выполнения технологической операции. Вот в нашем случае это мы с вами пришли, сели, да, и вот теперь мы руку подносим к листу бумаги, чтобы осуществить вот эту операцию написания, да. Значит, здесь вы видите уже совершенно другие задействуются мышцы, то есть это, 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 да, вот. Ну и, соответственно, в традиционных манипуляторах это, как правило, вот первые три степени подвижности. Их задача выполнять вот такие транспортные движения. Значит, еще раз, это его задача переместить рабочий орган вот в те части рабочей зоны, где будет выполняться технологическая операция. Значит, следующее уже, это ориентирующие движения, которые придают рабочему органу ту ориентацию, которую ему надо занять для того, чтобы выполнить необходимую технологическую операцию. То есть в нашем случае это вот вы держите ручку, вы поднесли сюда руку, и теперь вы вот как бы, вот уже кисти начинаете работать. Вот почему этого, ну, целесообразно эти движения рассматривать, да, потому что, значит, это, как правило, здесь уже четвертая, пятая и шестая степени подвижности, которые уже непосредственно занимаются ориентацией. И, наконец, технологические движения. Это вот те самые движения, которые реализуют технологическую операцию. Далее, вот кто в них участвует, уже зависит от того, какую операцию вы реализуете. Если операция, как бы, требует только изменения ориентации, одна ситуация, да, но, как правило, все-таки в манипуляторах это и перемещение, то есть тут могут все шесть основных звеньев быть задействованы. Так, это мы с вами вчера говорили. Ну, для тех, кто не был, я просто очень вкратце пройду, что мы, вот исходя из операции, говорили, что те компоновка манипуляторов, соответственно, системы координат, в которых они работают, да, она, как правило, именно связана с тем, какие операции данный робот предназначен выполнять. Вот, что для, например, операции таких вот транспортных, работа на складе, это обычно вот декартовая компоновка. Для операций сборочных обычно это скаро-компоновка. Для остальных операций это обычно, ну, вот так, наиболее всем привычная, да, вот такая ангулярная сферическая компоновка. Ну, Puma ее еще и называют, поскольку это был раненый, наиболее распространенный робот в данной компоновке. Значит, теперь давайте, да, еще, знаете, вот мы вчера это не говорили, но на всякий случай, может быть, вы себе пометите вот эти вот сокращения, которые аббревиатура использует. Значит, декартовая ее обычно использует, либо, ну, понятно, по-английски Cartesian, значит, ее обозначают PPP. Цилиндрическое, сферическое сейчас практически не используют. Ангулярная вот скаро — это RRP, и, соответственно, ангулярная сферическая — RRR. Потому что вы в какой-то литературе англоязычной можете с этим встретиться. Теперь поговорим по функциональности различных систем координат. Ну, вот те из вас, кто уже робота, ну, встречались с прямой задачей, обратной задачей, ну, как бы задают вопрос, ну, а зачем вот это все, да? Значит, мы с вами, ну, вот те, кто не встречался, значит, мы с вами знаем, в смысле, видим теперь на слайде, что существует, вот, ну, используют пять типовых систем координат. Это мировая, базовая, обобщенные инструменты и детали. Ну, вот мировая, она немного иногда, вот, разные люди по разному, разную систему координат называют, ну, мы ее глобально еще можем называть. Значит, вот, зачем это все надо? Зачем нужны пять систем координат? Значит, на самом деле для самого робота нужна только одна система координат, и робот внутри себя работает только с одной вот этой обобщенной системой координат. Обобщенная система координат, это которая описывает положение последовательно каждого звена друг относительно друга. Значит, там, насколько он повернулся так, насколько наклонился так, поднялся так и так далее, и так далее. Все, робот дальше больше на самом деле внутри себя ни с чем не работает. Внутри себя. Потому что датчиков на сегодняшний день, которые с высокой точностью определят положение концевой точки, вот этой, не существует. Возможно, через какой-то, вот с точностью там, ну, скажем, в порядка миллиметра мы можем, да, там, техническим зрением. Ведь человек работает на самом деле, смотрите, мы-то с вами работаем, вот, ну, если глаза открыты, мы работаем именно по положению концевой точки. Ну, если мы в хорошем здравии, вот, как бы, да, вот, кто там, например, руки-ноги ломал, они знают, после гипса им надо вот разрабатывать, да, то есть учиться заново писать, там, ходить и так далее. Вот, а в принципе мы с вами работаем по положению концевой точки, то есть когда мы с вами хотим, ну, вот я, например, хочу пальцем коснуться, да, я смотрю, где находится эта точка, где мой палец, и вот я его веду сюда. Но в технике пока нет таких датчиков, которые напрямую могут с достаточной точностью сказать, как отсюда, где находится вот концевая точка робота. Возможно, когда-то, когда появится, ну, что-то будет решаться по-другому. Пока на сегодняшний момент все датчики только могут с достаточной точностью сказать о положении одного звена относительно другого. Ну, какие датчики мы с вами там либо сегодня, либо завтра будем говорить. Понятно? Но человек, когда программирует робот, он не, ну, наверное, там какой-то сверхопытный программист, он сможет решить эту задачу. Ну, в принципе, вот скажи вам, да, мне скажи, приведи руку сюда и вот спроси меня, на сколько градусов я какое у себя там локоть, плечо должен повернуть, я не могу, да. И то же самое, когда вы программируете робот, это, ну, это нереально, да, это надо либо какой-то сумасшедший опыт иметь, и опять-таки на точность там в одну десятую миллиметр вы все равно не выйдете. Вот, поэтому вот все вот эти остальные системы координат, они нужны только для удобства человека-оператора. Только для удобства программирования, особенно если оно выполняется вот в режиме обучения, то есть с помощью пульта. Если у вас система, CAD-система, да, то есть вы программируете робот с помощью системы офлайн-программирования, в принципе, тоже это может даже как бы теоретически быть уже избыточным. Вот, то есть еще раз, это нужно, вот все, о чем мы дальше будем говорить, вот в ближайшее время там про прямую обратную задачу, это только связано, это вот вопрос взаимодействия программиста и робота. Итак, значит, мировая система, ну, может быть, ее еще более точно сказать вот глобально, потому что я говорю, там иногда вот нестыковки выходят с зарубежными обозначениями. Значит, это система координат, инерционная Декартова, связанная с неподвижной точкой среды, в которой работает робот. Значит, это бывает, когда у вас, вот как в этом ситуации, робот работает с движущимся конвейером, и вам надо, и робот сам перемещается, и вам надо понимать, вот где находится концевая точка, и вы знаете, где находится деталь во время движения. Вот тогда бывает случай, что вы систему координат привязываете к какой-то точке цеха, и все позиции всех роботов, которые вот на данном конвейере работают, они привязываются к этой точке цеха. Вот такая опция есть. Более распространенная, это базовая система координат, ну, это русскоязычный термин, базовая система координат. Значит, когда у вас система координат привязывается к основанию робота. Значит, она тоже является декартовой. Обычно, вот если у нас с вами, ну, вот какой-то сейчас нарисуем манипулятор. Будьте здоровы. Значит, обычно это не есть, ну, жесткое требование, ну, вот принято так, да. Значит, принято, ось Z направляется вертикально. Далее, у каждого манипулятора обычно есть тыльная часть, где на самом деле подключены все интерфейсы, да, там воздух, электричество, ну, гидравлика, если есть, снимаются сигналы и так далее. Вот ось X обычно проходит через вот эту ось Z, ну, понятно, да, и в направлении от тыльной части вперед. Ну, а ось Y проходит так, чтобы просто была, ну, правильная система координат, да, то есть там уже как бы, ой, что-то я нажал, извините. Так, теперь, значит, ну, и поймите себе, что вот эти вот базовые и мировые системы координат используются в первую очередь для описания транспортных движений, вот о которых мы говорили, да, то есть в первую очередь вы их используете, когда программируете перемещение концевой точки в зону выполнения технологической операции. Ну, еще раз обращаю ваше внимание, что эта система координат является наиболее удобной для человека-оператора. Значит, следующая система координат — это обобщенная, в англоязычной терминологии она называется joint, и эта система координат связана уже вот с каждой парой звеньев. Во время программирования иногда ее тоже использует и оператор. Ну, так, не очень часто, но бывает, что использует. Значит, обычно для описания каких-то, ну, небольших перемещений. Когда вы подойдете к манипулятору, да, то, в принципе, на манипуляторе робота всегда есть там такие стрелочки, обозначающие где положительное направление, где отрицательное направление, да, вот какое движение, потому что иногда этот вопрос возникает. Ну, вот здесь на картинке, вот видно там Q1, Q2, Q3 и так далее. Еще раз обращу ваше внимание, робот внутри себя работает только с этой системой координат. То есть вот управление движением манипулятора происходит именно в этой системе координат, да, потому что он получает сигнал из датчиков, он посылает сигналы на двигатели. Вот, теперь система координат инструмента, значит, она тоже декартова, и она уже привязана к, либо по умолчанию, вот с завода, если вы такой чистый робот получили, она привязана к фланцу, да, вот. Вот, если вы поставили какой-то инструмент, выполняется специальная операция калибровки инструмента, в рамках которой вы привязываете. То есть, ну вот, если сейчас картинку изобразить. То есть, вот, по идее, вот наш фланец, значит, ну, например, с завода она пришла какая-то такая, если вы поставили сюда, ну, предположим, какое-то сверлильное устройство, да, и вот сверло, то далее вы, как пользователь, сами принимаете решение, вы говорите, вот я хочу, чтобы теперь она была привязана, например, к кончику сверла. Вот, это называется операция калибровки системы координат инструмента. Мы с вами, ну, вот не в этом цикле, а там где-то весной, но об этом будем более подробно говорить. Вот, и, значит, она нужна, опять-таки, уже вам, оператору для программирования технологических движений. Потому что, если у вас, ну, например, ну, те, кто сверлили, ну, я думаю, хоть раз в жизни там сверло ломали, вы, ну, представляете, да, то есть, вот, если вы движение дадите не вдоль оси сверла, у вас сверло сломается, так? И, соответственно, оператор, когда, если у вас ось технологического движения, направления совпадает вот с осями мировой или базовой системы координат, то этой проблемы не возникает, да? Ну, поскольку вы иногда, может быть, под углом что-то сверлите, да, или какое-то более сложное движение, то, соответственно, здесь уже, ну, человеку в голове такие вычисления сделать трудно, поэтому вот ввели вот эту систему координат для удобства человека. Так, сейчас, секунду. Так, ну, и пометьте, что она используется, значит, для описания технологических движений манипулятора, ну, опять-таки, это вот удобство человека-оператора. Значит, вот как там проставлять оси? Вы знаете, я у разных производителей встречал разные правила, да? То есть, кто говорит, что ось Х должна быть сонаправленным рабочему движением инструмента? Кто говорит, ось З должна быть сонаправленным? В общем, это не принципиально, да? Лишь бы вы понимали во время калибровки, вот где вы расположили ось Х, ось Y, ось З, чтобы потом во время программирования, ну, не поломать инструмент. И, наконец, система координаты детали. Она связана с некой точкой детали. То есть, предположим, у вас есть, ну, вот какая-то деталь, да? Вот вам надо какие-то отверстия просверлить. Вот, и вы тогда говорите, вот у меня, ну, вот как-то так, ну, ось З обычно по вертикали располагает, ось Х на ваше усмотрение, ось Y, ну, так, чтобы была правильность тема координат, так? Значит, зачем это нужно? Прежде всего, это нужно, когда у нас с вами, например, робот стоит в одной позиции, и он делает несколько однотипных движений рабочих, да? И тогда вы можете просто сказать, вот на этой детали, вот, ну, то есть, предположим, у вас робот вот здесь, да? Вот, вокруг него расположены детали, и он должен вот повторять операции, делать схожие. Вот, то тогда вы просто во время программирования говорите, вот, выполнить движение в системе координат детали номер один, выполнить движение такое-то в системе координат детали номер два, номер три. Если у вас система координат детали уже откалибрована, то робот сам будет этот пересчет делать. Понятно? Ну и также это удобно, если у вас есть какие-то, например, чертежи деталей, вам надо там, ну, предположим, на какую глубину профрезеровать, да, то вы спокойно уже вот в этих координатах ему зададите, и он будет это выполнять, да, или там на каком расстоянии от края. Так, значит, тоже программирование технологических операций вот как бы в этой системе координат обычно выполняется. Так, это мы сказали. Значит, обозначается система координат вот базовая вектором x, и обычно, поскольку мы понимаем, что там присутствует 6 координат, то вот в этом векторе x присутствует обычно, значит, x, y, z, да, то есть положение тела, и три угла. Вот дальше начинается опять вот разнобой у различных производителей. Вот, значит, вот у Кука, по-моему, ABC, да, ABC, по-моему, три угла, вот, то есть это вращение вокруг, значит, А это вращение вокруг оси Z, B вокруг Y и C вокруг оси X. Но бывает еще, по-моему, углы Эйлер используют, но их очень сложно вычислять, поэтому как бы это тогда ОАТ происходит обозначение. Система координат обобщенная обозначается вектором, ну, принято вот как бы в мировой робототехнике обозначается вектором Q, почему, не знаю, ну, вот так, да, а дальше, соответственно, Q1, Q2, ну, да, если 6, тогда до Q6. Так, значит, это мы сказали, то есть еще раз про направление вращения, то есть обычно считается, вот у вас, если два звена, ну, вот, как правило, считается, что вот это вот нулевое положение, то есть 0 градусов, да, и в одну сторону пошло плюс, ну, обычно, как правило, по-моему, до 120, до 150 градусов, да, и в обратную сторону тоже до плюс, до минус 120, 150 градусов. Только шестая степень, она обычно имеет больше, то есть она, ну, по-моему, там до 800 где-то градусов я встречал вот что, ну, потому что тут нет ограничений, она может вращаться более свободно. А в поступательных парах, ну, которые встречаются реже, вот в направлении движения, да, там либо увеличение, либо уменьшение. Ну, вот, да, ну, вот такой пример. Так, 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 это мы сказали. Так, ну, вот теперь начинаются эти самые задачи. Значит, есть две кинематических задачи. Прямая и обратная кинематическая задача. Прямая задача, она заключается в том, что мы с вами знаем положение звеньев друг относительно друга, и нам надо начать понять, какое, что есть положение концевой точки. Так, значит, еще раз. Прямая кинематическая задача — это нахождение положения концевой точки манипулятора. По концевой точке терминология используется, значит, рабочая точка, концевая точка, значит, из английского пришло, там используется end-effector, поэтому в русском тоже эффектор используется. И также используется tool-centering point. Или сокращенно TCP. Вот такая терминология. Так, и, значит, прямая задача — это найти координаты концевой точки, соответственно, в базовой системе координат, по имеющимся данным о положении звеньев в обобщенной системе координат. Ну, вот такое имеет математическое описание, то есть мы ищем вектор x в зависимости от положения звеньев друг относительно друга, то есть в зависимости от значения вектора q. Так, это понятно. Так, значит, необходимость, вот зачем ее решать, еще раз, это обычно нужно оператору, обычно в каждой системе управления у вас есть такая опция, в которой вы можете узнать координаты вашей концевой точки, можете узнать и координаты звеньев, и координаты концевой точки. Да, вот для того, чтобы система могла выдать координаты концевой точки, она должна решить прямую кинематическую задачу. Ну и помимо этого, конечно, на производствах достаточно таких высокоорганизованных данные о расположении оборудования вокруг робота, ну, в абсолютных величинах, они, конечно, тоже имеются у инженера. Значит, что происходит, как ее решают? Ну, понятно, что для Декартовой системы там проблем нет, да, у вас просто x, y, z, ну, я имею в виду, что если робот, работающий в Декартовой системе, там проблемы нет. Вот, а основная проблема, когда появляется ангулярная система, там углы, да, поэтому все усложняется. Значит, что делают? Вот берут манипулятор. Ну, давайте я для удобства буду только трезвенно сейчас рассматривать, да, чтобы как-то нам попроще было немножко. Так. Значит, у нас с вами есть Q1, обращение вот это, Q2 и Q3. Вот дальше каждую пару звеньев друг относительно друга описывают положение каждого звена. Вот у нас есть с вами начальный, да, x, y, z. Вот дальше получили первое звено, да, первое сочленение, да, первую степень подвижности. Значит, после этого, вот как перешли на следующее звено, к нему привязываете следующую систему координат. Эта система координат проставляется по, ну, следующему условному правилу, да, вот просто приняли, сказали, давайте будем делать так, потому что потом тогда вот все легко, легче вычислять. Значит, ось z направляют по оси кинематической пары. То есть, если это пара вращения, ну, вот как в данном случае, да, вот, например, вот... Вот если вот это у меня вращение, да, значит, соответственно, ось z вот для первого звена будет направлена вот так. Да, если у меня вот это происходит вращение, вот она, ось вращения, соответственно, ось z будет направлена вот так, Для следующего так, вот для этого будет вот так, и так далее, и так далее. Понятно? Значит, помните. Ось Z направляется по оси кинематической пары, связывающей звенья. Далее. Ось X направляют так, чтобы она была перпендикулярна обеим осям Z. Предыдущий и ту, которую вы проставляете. Понятно? Значит, еще раз. Ось X проставляется таким образом, чтобы она была перпендикулярна обеим осям. А ось Y, соответственно, она должна просто сформировать правую систему координат. То есть к ней никаких больше требований нет. Ее судьба вот быть всегда, сформировать просто правильную систему координат. После этого, когда вы проставили вдоль всего манипулятора, то есть мы с вами получаем, значит, есть у нас шесть звеньев, шесть вот этих систем координат. Значит, после этого мы с вами каждую вот эту пару описываем положение одной системы координат относительно другой с помощью четырех координат. Две координаты у нас это расстояние S и D, ну иногда вот A обозначают. И две координаты — это углы поворота. Значит, поворот θ. Это поворот вокруг оси Z до тех пор, пока оси X не совпадут. Понятно? Пишите, пожалуйста, кто пишет. Угол θ — это поворот вокруг оси Z до тех пор, пока оси X, ну они не полностью совпадут, не станут параллельны и со-направлены в одну и ту же сторону. И направлены в одну и ту же сторону. Далее. После этого вы перемещаете систему координат вдоль оси Z на, то есть поступательное перемещение, да, значит, вы перемещаете на величину S. Вы помните, что у нас, ну я специально поправился, вот полминуты назад сказал, что они не совпадут, а они будут со-направлены параллельно и направлены в одну сторону, да. Теперь вы перемещаете на величину S так, чтобы они оказались на одной прямой. Затем они оказались на одной прямой, но они еще, начало системы координат не совпали. После этого вы перемещаете, вот вдоль уже оси X, то есть оси X у нас уже на одной прямой, вот вдоль оси X вы перемещаете на величину D до того, чтобы система начала, точки начала системы координат полностью друг к другу совпали. Только точки. Они у вас в точке, системы координат совпали, оси X совпали, а оси Z могут еще как бы вот так вот не совпадать. Понятно? Вот, соответственно, следующий шаг, четвертый заключительный, это поворот системы координат вокруг оси X на угол альфа, так, чтобы системы координат полностью друг к другу уже совпали и по всем осям. По всем осям. То есть вы видите, мы провели два перемещения и два поворота. Естественно, бывают случаи, когда у вас, ну, какое-то из перемещений может и выродиться, и оказаться нулевым, но как бы, ну, в теории это вот как бы, в общем случае это вот так. Вот, теперь смотрите, вот когда вы, ну, вот как-то сядете и начнете, если вручную, ну, какой-то манипулятор так описывать, то вот мы с вами придем к выводу, к такому, что величины D и альфа, они являются постоянными для данного типа манипулятора, потому что они фактически заложены в его конструктиве, ну, вот для данного случая, да, потому что вот длина, звена вот этого, она не изменяется, она постоянно, да, или, например, оси, вот эта ось и относительно этой оси направление не изменяется, поэтому вот эти два параметра, они отвечают фактически за конструкцию манипулятора. И поскольку манипулятор, ну, как правило, да, длина звеньев не изменяется, ну, в ходе рабочего цикла, вот, то, соответственно, эти величины будут у вас всегда постоянны. А вот величины как раз Q и S, ТТ и S, вот, они будут изменяться. И это те самые обобщенные координаты. Причем ТТ, угол, он будет только для пар вращения, так, а S только для поступательных пар, которые сейчас используются очень редко, поэтому, в общем, как правило, у вас тоже они использоваться не будут. Ясно? Так, секунду. Значит, далее, вот что с этим делать? То есть вы в итоге получаете, ну, как бы некую табличку. То есть у вас, ну, если у вас, например, 6 звеньев, да, то вы получаете вот 6 этих параметров, 6 комплектов параметров. Вот для того, для того, чтобы получить итог, да, чтобы выйти все-таки вот в положение этой точки относительно нулевой точки, значит, использует так называемое преобразование Денавита-Хартенберга, значит, в англоязычный DH, да, transformation. DH transformation. Оно заключается в том, что вот как каждую из этих пар вы вписываете в матрицу 4х4, которая вот так вот выглядит. Вы видите, что в этой матрице присутствуют только вот эти 4 параметра, которые мы сейчас с вами описывали, да, то есть только параметры T, T, α, да, вот здесь опечатка, ну, там я S, по-моему, говорил D и A. Так, значит, что делается дальше? Вот для каждой, вы получили связь основания робота и первого звена. Имейте 4 вот этих параметра. Подставляете его вот в эту матрицу и, соответственно, получаете, матрицу, я только не помню, какой буквы она обозначается, кто-то, помните? Помните? Сама матрица. Да. T, transform. T? Хорошо. Вот, значит, получаете матрицу, ну, например, обозначим T01, да, то есть связь основания и первого звена. Берете следующий комплект вот из второй строчки, получаете T12, связь первого звена и второго. Так, 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 до T5, T6. Да, вот что здесь еще интересно, значит, вот если мы с вами посмотрим, смотрите, в ней всегда вот эти вот нулевые и единичные всегда будут нулями единицы, так? А вот дальше, если вы обратите внимание, вот левый, правый столбец, верхние три члена, они обозначают перемещение, потому что они содержат в себе описание перемещения. А вот все, что слева, остальное, оно ориентацию описывает. Вот, написали вот этих шесть матриц, так? И после этого их начинайте последний друг с другом перемножать. То есть умножайте T01 на T12, полученный результат умножайте на T23, полученный результат на T34 и так далее, и так далее, и так далее. До последнего звена. В итоге вы получаете матрицу, которая внешне, ну, в чем-то, да, вот она будет структурно, вот похоже чем-то на это, только тут будет, конечно, не только синус, а там будет, ну, много чего будет, вот там, но все равно здесь будут только углы, здесь будут только нули, здесь единицы, а вот здесь у вас будет перемещение. И вот этот правый столбец, это стоит x, y, z, то есть верхний член этого столба это x, координаты концевой точки по x, второй это y и последний это z. Вот так решается прямая кинематическая задача. Ну, это надо как бы один раз сесть, и, ну, я рекомендую вот именно даже один раз вот не на компьютере, а вот с ручкой в руках, ну, хотя бы там для трехзвенника решите, вот как бы вы поймете, что это работает, и, ну, как бы это вполне так. Ну, нельзя сказать очень удобно, но это эффективный инструмент. Конечно, понятно, что это все компьютеризировано, то есть робот это делает систему управления, она все это вычисляет автоматически. Так, вопросы какие по этой части? Знаем, как решать прямую задачу, да? Хорошо. Так, ну, теперь давайте пойдем на обратную задачу. Обратная задача, она состоит в том, что мы знаем, куда должен прийти инструмент робота и какую ориентацию принять. И нам надо определить, в каких положениях звенья робота какие положения должны занять для того, чтобы туда прийти. Если до этого было, мы знаем положение звеньев сейчас, да, и мы понимаем, где инструмент находится, да, то там ситуация обратная, мы знаем, куда надо прийти, и нам надо понять, какую роботу занять, манипулятору какую принять конфигурацию. Ну, вот такое математическое описание оно имеет. Так? Ну, вроде пока все хорошо. Вот, значит, дальше возникает такая проблема. Вот вернемся к той матрице. И вот теперь смотрите. Значит, вот, например, возьмем координату там x или y, да, вот даже возьмем, ну, скажем так, для одного звена, да, и вот с чем мы дальше с вами сталкиваемся. Вот мы видим, например, координата там x равняется а и т на косинус тета и т. Ну, решаем обратную задачу, да, ну, вроде бы. Ну, соответственно, тета равняется там координата x, деленное на а, и дальше аркосинус. А дальше вы понимаете, что аркосинус может два значения принимать. Так? И арксинус тоже может принимать два значения. И с этим надо что-то делать. А вообще что с этим делать вот так вот, но в чистую непонятно. И это называется, этот термин называется неоднозначность решения обратной кинематической задачи. И он связан с тем, что одной и той же координате x она обеспечивается множеством, ну, не знаю, как множество обозначить, ну, в общем, давайте как-то какие-то, а, ну, фигурной скобкой, координат обобщенных. И, ну, каждый из вас это может сам, как бы, ну, реализовать. То есть вот я, например, могу, вот моя концевая точка, могу так, могу так. Вот вы видите, оно множество, да. И, например, вот, ну, чтобы коснуться сюда, я могу так сделать, могу сделать вот так вот, могу сделать вот так вот, и концевая точка будет в одном и том же месте. И встает вопрос, вот как бы, что с этим делать, и вот это неоднозначное решение обратной кинематической задачи, но вы ее видите и в явную, и математически вы тоже поняли, что за этим стоит. Значит, ну, вообще вот как бы, ну, есть несколько подходов, ну, скажем, академических подходов к ее решению. Это алгебраический, то есть попытка решения с помощью математики, но это будет работать для Декартовой системы, все хорошо, да, ну, для робота, работающего чисто в Декартовой системе координат, там все понятно. Вот, итеративные численные или геометрические. Ну, и есть технический способ в технике, ну, к этому пришли другим путем. Значит, при программировании роботов... Да, ну, может, у вас какие идеи, что будем с этим делать вообще? Единственный способ, чтобы, ну, с этим как-то побороться, это ввести ограничения искусственные, сказать, вот делай вот так вот, вот, да, теоретически это, ну, там, множество решений, но вот я исходя, я ввожу ограничения на вот такие действия, да. Значит, ну, вот те, кто робота Кока программировали, значит, вы знаете, что там это решено таким способом. Вот смотрите, мы с вами, ведь когда мы задаем координаты, вот если мы напрямую вот в этой системе координат зададим, да, то, как бы, ну, ничего не будет, проблем не будет никаких. Значит, там введены так. Вот у вас... Когда вы описываете вектор x, значит, то если вы залезете в описание этой точки, там будет присутствовать, как я говорил, три координаты перемещения, три координаты ориентации, и там еще будет присутствовать два параметра. S и T, статус и поворот. Вот эти параметры, значит, мы сейчас не будем обсуждать, как они формируются, это как бы, ну, потом, потом, да. Вот, но, в принципе, вот один из них, он описывает, как звенья повернуты, вот это арксинус, аркосинус, да, то есть что он, вот в эту сторону звено повернуто или вот в эту звено. Вот он каждое звено описывает, в какую сторону оно... Понимаете, вот сейчас про третье мы как бы говорим, да, или там про четвертое, вот так вот, или вот так вот. Или если вот так вот, или... Я постараюсь не сломать. Вот так вот или вот так вот. То есть описывается, в каком направлении все звенья повернуты, ну и также описывается положение концевой точки, там в передней полуплоскости, в задней полуплоскости, выгнуты все этого звена и так далее. То есть введены вот как раз, как корректно было сказано, дополнительные ограничивающие параметры. Вот как бы здесь решена эта проблема вот таким образом. Там это все как бы однозначно описывается. Ну то есть вот эти координаты, вам их вычислять, как правило, не надо. Я один раз попытался, но все равно не попал. Нет, смысл вычислить их в прямую можно, да, объяснить, почему вот оно равняется 63, а это, например, там 3 равно. Но вот я пытался как-то повторить, то есть выйти в ту же точку с другого положения, но вручную их задать. Ну в общем, ну поленился. 10 минут потрасил, дальше решу, ладно, обойдусь. Так, значит, ну а в принципе, в теории, значит, алгебраически мы можем решать это путем решения системы уравнений из прямой кинематической задачи. Да, и что происходит дальше? Значит, итеративный способ, что возможно как? Так, ну есть такой подход. Вы берете рабочее пространство, естественно, не в онлайн режиме, а просто вычисляете возможные координаты, ну вот какие-то, с какой-то, с каким-то шагом. Вот для каждой координаты X смотрите обобщенные координаты. Вот, и третий путь, вот которым раньше шли, шли путем физического моделирования, да, то есть вот как бы, ну может быть вы видели когда-то, вот в атомной энергетике применяются так называемые копирующие манипуляторы, вот, то есть когда имеется большой манипулятор, ну в чистой зоне, или наоборот в очень грязной зоне, вот, его уменьшенная модель имеется у человека-оператора, вот, здесь стоят датчики, и вот человек ведет этот манипулятор в том виде, как он считает нужным, какую конфигурацию занять, из датчиков снимаются показания и передаются туда. Так, это мы сказали, это мы сказали. Значит, вот для решения задачи о скоростях применяют так называемую матрицу якобы, составляют матрицу якобы манипулятора. Вот иногда возникает терминологическая как бы такая, но не точность, люди иногда говорят якобиан матрица, да, якобы она матрица, это другое. Вот это называется матрица якобы, пожалуйста, не путайте, это вот, как бы, оно созвучно, да, но почти амонимно, но значение несет другое. Эта матрица, помните, получается, вот у вас есть матрица преобразования системы координат, когда вы решали прямую кинематическую задачу, и вы ее дифференцируете. смотрите, вот она у вас была, вот, и получается, вот матрица якобы вот такое обозначение она несет, и вы видите, что она зависит от вектора обобщенных координат. внутри этой матрицы будет, как бы, вот помните, в той, сейчас переключилку возьму, вот здесь, вот у нас была часть отвечающая за перемещение, часть отвечающая за ориентацию, да, значит, внутри вот этой матрицы якобы тоже будут ярко выражены, вот верхние три строки будут отвечать за скорость поступательную, и нижние три строки будут отвечать за скорость вращательную. И, соответственно, решение вот этой задачи о скоростях прописывается вот таким образом, да, то есть вектор скоростей в мировых системах координат это матрицы якобы умножены на вектор обобщенных скоростей. Ну, умножать матрицы, я так понимаю, вы эту операцию можете сделать, да, то есть только... Собратная задача состоит в том, что мы должны обеспечить некую скорость, ну, как правило, повторюсь, технологическую, да, концевой точки, и нам для этого надо понять, а с какими скоростями должны двигаться звенья. Ну, математическое определение такое. Значит, также используется матрица якобы, но ее подвергает инвертированию. Это все знают, да? Хорошо. Подвигает инвертирование. Значит, она получает вот такое обозначение, и, соответственно, обратная задача получает такое описание. А вот дальше, как в случае решения обратной задачи о положении, обратной кинематической задачи, так и в случае обратной задачи о скоростях, зачастую, это зависит от типа манипулятора применяемого, там возникает проблема, что существуют так называемые вырожденные конфигурации. То есть вырожденная конфигурация — это когда вроде бы концевая точка может начать двигаться в любую сторону, теоретически нам кажется, она находится внутри рабочей зоны, да, вроде бы, но для того, чтобы она, например, я это проиллюстрирую потом, начала двигаться вот с конечной скоростью концевой точки в каком-то направлении, в определенном направлении, у вас в этот момент звенья должны начать двигаться, ну, со скоростью практически бесконечной. А мы понимаем, что двигатели это реализовать не могут, бесконечную скорость, да. Значит, ну вот в качестве примера. Вот смотрите, значит, вот у меня сейчас, вот она, концевая точка, да, и вот я ее расположил над вот этой осью, над первой осью, да. Вот если я скажу, давай двигаться сюда, оно будет легко двигаться, да, сразу там разгонится, будет двигаться. А вот если я скажу, чтобы оно двигалось на вас, так, оно должно вначале, вот оно вот так вот не может, в силу кинематики манипулятора, оно должно вначале повернуть вот это звено, да, и после этого начать вот это движение. Но вы-то даете команду, давай двигайся со скоростью там 2 метра в секунду, и оно должно вот это движение, ну, в теории, выполнить очень быстро, и оно это сделать не может, да. Вот это, вот это есть выраженная конфигурация. Значит, пометьте себе, что суть вот этих выраженных конфигураций, то, что в некоторых, в некоторых конфигурациях наблюдается проявление ограничений на движении концевой точки манипулятора. То есть вообще она может туда двигаться, но она не может с заданной скоростью это перемещение выполнить. Те из вас, кто вот робота программировали, вы знаете, вот иногда вот вы пытаете его, например, даже вручную передвинуть, и там звенья начинают быстро вращаться, и потом система отключается, говорит, превышение там оборотов вращения, какое-то такое, ну, вот если это в системе выдавления Кука. Вот. То есть либо он вообще не может двигаться, да, либо вот вызывает бесконечную скорость движения звеньев. Так, значит, смотрите. Это, во-первых, происходит на границах рабочей зоны, а вы помните, она имеет довольно-таки такую замысловатую форму, да, и об этом можно забыть, и это может произойти там. Вот. И, во-вторых, значит, ну, вот тот случай, который я вам описал, например, да, значит, смотрите, реально, что, пометьте себе, вот что-то я здесь не включил, в принципе, это можно увидеть вот на этой инвертированной матрице якобы. Она начинает вырождаться. Она для стандартного будет, как бы, манипулятора, ну, понятно, 6 на 6, да, 6 звеньев, 6 координат. А вот в момент нахождения в выраженной конфигурации она начинает терять, она перестает быть 6 на 6. Там происходит ее вырождение. То есть это можно вот таким образом увидеть. Ну, в жизни, конечно, все просто это видят, что вот программируешь, оно не движется туда. Вот. Значит, что с этим делать? Вот эта проблема, в общем-то, касается только, когда мы даем команды движения по траектории. Помните, вчера мы говорили, да? Значит, когда мы говорим двигаться там, например, по прямой или по окружности. Если мы не вводим ограничения на перемещение, на траекторию перемещения, не на целевую точку, да, а на траекторию, по которой идти робота, то тогда эта проблема не возникает. Поэтому, значит, существует, ну, те, кто роботы уже программировал, они знают, что существует вот так называемое ПТП движение, да, ПТП, Point-to-Point. И существует контурное перемещение. Вот, контурное, это как раз прямая окружность или там сплайны и так далее. Ну, то есть с ограничением по траектории. Вот, если вы используете ПТП движение, то вы не сталкиваетесь с этой проблемой. Поэтому, когда программируете робот, если у вас нет необходимости осуществлять контурное движение, то целесообразно всегда использовать ПТП движение. Если нет ограничений на траекторию, ну, двояко мы говорили, да, что это контурное движение, это отслеживание траектории и в смысле геометрии, и в смысле скорости. Да, вот, если у вас этих ограничений нет, тогда лучше использовать ПТП движение. Так, по задачам о скоростях есть какие-то вопросы? Ну, я вот, мне дали комментарии, ну, наверное, надо было мне какие-то примеры вам вывести, ну, я думаю, ну, найдете в учебниках, если что, извините, вот как-то не сообразил. Так, ну, еще один тип задач, который решается, это задача о силах, которая тоже бывает прямая и обратная. Значит, еще раз, вот, для пользователя робота он, как правило, в прямую, вот, решением прямой обратной кинематической задачи, вот, программист робота, он, ну, занимается крайне редко, да, в принципе, современные системы, они эту задачу решают. Вот, ну, во-первых, ну, как бы полноценный специалист, он все-таки должен понимать, что фундаментально внутри происходит, да, и, во-вторых, вы можете когда-то столкнуться с какими-то проблемами, и вот не понимая, ну, вот этой фундаментальной сути явления, вы не можете найти решение, да, что почему вдруг звено начинает быстро вращаться, то есть, понимая, вы примете какие-то меры, да, там, переместите робот в зону обработки, в другую часть рабочей зоны и так далее. задачи о силах. Значит, прямая задача это определить ускорение звеньев манипулятора по заданным силам и моментам, ну, силам и моментам, которые привода у вас развивают. Ну, вот такое математическое описание они имеют. Значит, еще раз, это определить ускорение звеньев по заданным силам и моментам. обратная задача это определить, вы знаете, с какими ускорениями движутся у вас звенья, и вам надо определить, какие у вас сейчас, секунду, да, какие силы и моменты у вас в приводах должны для этого быть. Ну, то есть, в принципе, суть-то схожа, да, прямой обратной. Значит, здесь математическая такая формулировка. Вы знаете, ну, на самом деле, там еще появляется, вот, если контактная сила, и мы ее, ну, должны ей как-то, ну, например, силы резания, то вот тут оно начинает играть. Так, в принципе, оно, ну, в бесконтактном варианте, ну, на мой взгляд, это редко используется. Ну, только, может быть, на очень высоких скоростях, там вот, когда динамика начинает проявляться. Вот, но на, прежде всего, это вот контактная задача. То есть, усилие резца, да, 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 потому что там же реакция силы резания возникает. Вот, значит, решение, для решения применяют либо метод Лагранжи-Эйлера, либо Ньютона-Эйглера. Значит, Лагранжи-Эйлера, вот его здесь описание, то есть манипулятор рассматривает как единое механическое устройство, составляется вот такое уравнение, где Тау — это вектор обобщенных сил, так, или это разница потенциальной кинетических энергий. вот, это уравнение может быть приведено вот к такому виду, но это вот, я знаю, в западном мире более такое распространенное представление, значит, где Д у нас — это матрица инерции манипулятора, а С — это их называют символы Кристофеля, они учитывают, вот на высоких скоростях начинают сильно влиять действия центробежных и креолисовых сил. Вот, значит, в чем здесь проблема возникает? Вот проблема возникает в том, что, в общем-то, мы с вами, как правило, получить данные напрямую, вот, например, о матрице инерции не можем, то есть обычно это, ну, производитель не указывает эти данные, и тогда их надо, ну, как-то идентифицировать, в общем, это такое, как бы, ну, скажем, в живой жизни, но с этим трудно работать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА